всем привет меня зовут ксения филиппова и сегодня мы будем изучать с вами основу видеомонтажа сначала немножко о себе я режиссер монтажа с 2008 года после того как я окончила в гиг имени герасимова я также получила режиссерское образование в мастерской бориса юхананова сейчас я работаю в кино и монтирую сериалы сегодня у нас первая вводная лекция и сначала план урока сегодня мы рассмотрим что такое монтаж кадр и его виды какие бывают форматы кадра главный объект кадра свет в кадре что такое звуковое оформление и конечно в конце я дам вам классная супер интересное домашнее задание монтаж монтаж это способ рассказать историю с помощью последовательности кадров от снятых или же нарисованных сейчас мы рассмотрим две истории из трех кадров вот первое в первом кадре мы видим как двое детей прячутся за лестницей поздно вечером и куда-то смотрят куда же они смотрят об этом говорит нам следующий кадр они смотрят на рождественские подарки которые спрятаны в именных носочках и после этого мы видим как они между собой взглядом договариваются что они хотят их посмотреть вот это первая история вот столько информации мы получаем всего лишь из трех кадров окей во второй истории в первом кадре мы видим как группа людей куда-то очень быстро бежит второй кадр говорит нам о том что один человек из этой группы сильно отстал и в третьем кадре мы видим как ему тяжело бежать это история номер два который также рассказывает с помощью монтажа о том что как один человек отстал от группы и возможно ему требуется помощь в этих примерах мы увидели как можно рассказать историю с помощью кадров кадры бывают самые разные они могут быть с природой или городом очень много в кино диалоговых кадрах где происходит общение между двумя или группами ли целыми группами людей и способ снимать диалоговые кадры называется в кино восьмерка об этом чуть попозже мы с этим познакомимся вот здесь вы видите как сначала в диалоге кадр направлен на одного собеседника а потом он разворачивается на другого и это специальный способ съемки и потом монтажа нужно правильно снять восьмерку чтобы она потом правильно была смонтирована и собеседники смотрели именно в ту сторону куда вам надо а здесь кадры показывающие действия любой кадр может быть по настроению или по стилистике красивым атмосферным он может быть смешной или уникальный для какой-то истории по сути кадр это рамка в которой располагаются объекты в определенной композиции рамка может быть любой она может быть квадратный или вытянутый по вертикали или она может быть горизонтальный кто же придумывает или решает какие объекты войдут в эту рамку это придумываешь ты важно то куда ты хочешь направить фокус внимания в своем кадре что или кто будет главным его объектом и когда ты понял какие объекты войдут в твой кадр и что будет для тебя самым важным главным самым красивым в этом кадре то нужно это правильным образом подсветить и сейчас я хотела бы немного рассказать о том какой бывает свет в кадре свет бывает естественный или солнечный и искусственный тот который расставляют как правило естественным светом пользуются при съемке в экстерьере или на натуре то есть на свежем воздухе а искусственный свет требуется в помещениях или в интерьере красивый кадр в кино во многом делает именно расстановка света и расстановкой света в кадре занимается осветитель совместно с оператором именно они решают как будут подсвечены объекты в кадре и далее осветитель по заданию оператора расставляет в кадре свет определенным образом после того как объекты в кадре расставлены и правильным или красивым образом подсвечены. Не менее важным аспектом съемки является звук. И существует специальный человек, который записывает звуки в кадре. Такими звуками в кадре бывает голос человека, который говорит, его шумы, которые он издает, например, шаги или шуршание одежды, или как он приставит книгу, или даже если он положил в кадре аккуратно ручку на стол, на самом деле мы слышим, как ручка издает этот звук. Это все делается для того, чтобы получить наиболее реалистичную, объемную картинку и историю, в которую вы поверите. После того, как звукооператор записал в кадре голос и конкретные шумы уже на монтаже, монтажер и звукорежиссер добавляют еще атмосферные шумы и музыку. То есть всего существует четыре типа звуков в кадре. Это голос, конкретные шумы, которые издают люди и предметы, атмосферные шумы и музыка. Одному человеку уследить за всем в кадре, то есть расположить объекты, потом их правильным образом подсветить, позаботиться о том, что записан звук и все еще это и снять на камеру возможно, но это очень сложно. И на самом деле кино это увлекательный совместный процесс, и поэтому я вам предлагаю классное домашнее задание, в котором вы сможете попробовать себя во всех четырех ролях, о которых мы сегодня говорили. Ты, герой, набери в свою съемочную группу еще трех человек. Оператора, осветителя и звукооператора. Вам нужно совместно организовать съемку, в которой герой расскажет историю о себе. Оператор снимет эту историю на телефон. Осветитель поможет оператору выставить свет. А звукооператор возьмет второй телефон, положит его рядом с героем и запишет голос героя, который будет рассказывать о себе историю в кадре. Удачи!